так всем привет всем доброго позднего вечера этот битрейт скачет чего-то в интернете хохохох ладно вроде дропов нету но конечно иногда желтый экран меня чуть-чуть расстраивает он надеется что все это пройдет и все будет нормально если что у меня есть локалка так что сегодня снова 1 circus сегодня будем добивать второй сезон я надеюсь титул выиграется и все будет хорошо сразу хочу кстати на кое-что обратить внимание в игре дороже да сегодня конки но я надеюсь это был добивающих музыку в игре титульную она просто обрывается и начинается кат-сцена то есть нахреном слушать до конца титульную мелодию и все и на тебе такие дела ребятушки зато демо будет на весь круг ладно да я вроде как на девятом этапе окон я закончил и вроде как там все неплохо но может быть переиграть думаю я или все-таки продукт уж там целом результат не устроили из на блин я сейчас спал перед стримом и проснулся без десяти десять я хотел бы на аналитику провести думал стать пораньше о молодец хитон ран симпсоны честно я не играл и подскажи на какой платформе тогда более-менее что-то будет так мы обвешивал пятом сцена по он приехал третьем на прошлом что прошлое гонки только нельзя посмотреть всю таблицу ладно он надеется что расклад нормальный она пока точно так ладно он поехал девятый этап в котором тоже нужно будет за победу для поборюсь но тем не менее нужно результат показать хороший хотя бы в тройке дальше в общем то уже чемпионат можно искать на удержание ставить то есть просто следить за отрывом победа не столь важны главное чтобы отрываться я уже чемпионат и который этим 20 небольших минут на проснулся влил себя кружку чая для бодрости зато я могу сказать сегодня стрим будет долгим но опять же если я за два с половиной часа пройду f1 серпус то скорее всего после 12 я наверное с большой долей вероятностью запишу бы ташку и но я надеюсь что за два с половиной часа я пройду эти оставшись 7 гонов тем более длинных среди них длинных среди них не будет и будет только вот это вот этот самый длинный 5 кругов но круги то здесь не особо длинные да и трассы не особо сложные то что я так понимаю контракт на следующий сезон зависит целиком и полностью от положения в личном зачете а не от количества очков не но может быть конечно да там надо 100 сотню с лишним набрать чтобы с первого же сезона время со второго сезона поехать сразу в Макварине трассы здесь именно сама трассы легком или сложных поворотов нет лево-право-лево-право длинных прямых тоже не особо много но опять же ну хреном за результат будет ну да спицы это игры после файдинг сервис естественно подобно в любом случае уже катака пройдена да это чуть-чуть парочку стримов проведу минимум числе удовольствие поиграем подбиваем районы в гонке можно проведем нормально так как стать звук картинка в норме как мы нашим пятый результат в общем то потому что я не смотрю там битрейт скачет не скачет хотя надо было всего 15 это у нас уже девятый этап то есть 7 гонок но учитывая что на прошлом стриме прошел 8 одна из них длинная десяти круговая нормально со стимом хорошо замечательно так ставим жесткие шины среднюю подвеску которая должна дотянуть да кстати надо будет звук музыки чуть потише сделать и он залубает да очень редкая мелодия у нас играет которую мы очень не часто услышим так главное поменьше кого-либо пускать особенно это касается макварин там уже такая толпище начинает собираться за мной что очень естественно плохо но поделать ничего невозможно только обороняться и молиться что тебя никто не развернет ну и вот так вот еще можно блокировать не сильно получается ну ладно если будет второе место это будет хороший результат сразу говорю даже если Сэна вот первый аж 4 очка что он там отыграет это не страшно о блин это было близко блин это было очень близко блин это было очень близко ну кстати вот эта мелодия еще более менее понятно что композитор был пьяный музыка не удалась но в целом и общем вот эта мелодия мне нравится так что ее можно не принять пока первая но впереди еще 4 долгих круга и тут может и подвеска к концу года поплыть шины не должны я харту поставил потому что если подвеска поплывет это еще терпимо а вот если шины поплывут это все прощай здоровье так ну что у нас с макларином такая достаточно острая борьба сэна естественно не хочет сдаваться хочет выиграть себе титул но хочу выиграть и я в этом то и проблема у нас с ним вот единственная по сути длинная прямая где мое слабое место у меня уже и макларин обошел там сзади еще кто-то напирает но кстати хочу сказать что жесткие шины здесь действительно тащат потому что в последнем круге например у некоторых могут поплыть шины а мои не должны удалось протиснуться но надо быть очень аккуратным особенно со стенами так отлично вовремя перестроился но он не отпустит меня так запасно пока первый но человек это уже как притчевый дзысах мы уже знаем прекрасно что напрямых нужно просто вот встать и молиться на этой посредине трассы что мол чтоб тебя никто не объехал и еще не развернул попутно так желтые флаги зеленые флаги опа разворот и тут же да сзади напирают товарищи ну похоже все первое место уж точно прощалось с нами но есть еще второе опа да что ж ты придурок так делаешь блин ну ты естественно так не надо но блин вот эти атаки меня сейчас то что было это просто капец такое ощущение что у меня просто задача была меня развернуть но не получилось вот это вот просто раздражает в игре они просто вот не могут нормально тебя объехать если хочется обогнать им нужно вот какую-то херню просто устраивать я говорю я не выспавшись я сейчас не громко еще возмущаюсь вернее как наоборот я поспавший ну да ну заговариваюсь я так же как и не выспавшись ну по сути если я выиграю сезон я еще проведу один стрим где я покажу и надеюсь пройду режим конструктора а дальше уже кое что посмотрим короче какие будут мысли да да я господи я привык есть игры игры гораздо кривее поэтому здесь все еще терпимо если бы игра была просто ужасающая я бы проходить не стал а так она начала нравиться да до идеала ей конечно очень далеко но посмотрим ну сейчас в целом ты ешь еще так сказать у меня есть возможность оффлайн ее потренировать и я знаю что там происходит наперед особенно если ты выступаешь за команду McLaren там уже все может быть в шоколаде да на прямых естественно тебя тоже пытаются обогнать но уже не так сильно но машины явно быстрее быстрее нынешнего бенетона секунда на 3 там уже можно и пол позишен брать спокойно чаще всего будешь занимать второе место на старте ну третье четвертое то есть вполне приличный результат да длинная гонка тянется 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 еще и повороты эти однообразные блин еще и лево-право чуть-чуть путаю опа Макларя мы он нас развернул а мы его догнали ладно хрен с тобой уезжай я уже и так мысленно с тобой считай попрощался второе место и последний круг это значит что надо тащить сейчас я дочитаю сообщение уже после финиша на последнем круге еще не хочется накосячить второе место меня устроит но первое меня устроит еще больше тем более что эта машина уже начинает поворачивать хреновастенько я ее не так чувствую как бывало еще но опять же да скорее всего здесь из-за того что вот настройка мягкой подвески делает управление более дубовым настройка жестких шин тоже чуть-чуть замедляет и я так понимаю когда анти крыло тоже ставишь большим большим углом особенно 60 градусов тоже машина не так четко реагирует на нажатии влево-право в общем то это конечно плюс к игре но как бы да на управляемость тоже это влияет но не знаю надо просто управление на некоторые повороты хрен войдешь опа все подвеска начинает плыть но и это было ожидаемо в общем то плывущая подвеска это не страшно потому что да скорее всего победа будет упущена но 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 конь в кимоно ох елки и он врезается в круговых это лучше чем я бы поставил мягкую подвеску и мучился в поворотах победа победа мазафака ооо это был еще и бергер это не сэна сэна вообще очков не набрал ребят что я могу сказать титул приближается прям очень серьезно если бы сейчас такое выпустили на вилках а ну может да ну да графику естественно сделали бы такую как ну как делают вот на приложухах то есть заглаженную больше такую графику ну не размыленную именно а вот сглаженную что ребятки все все отлично мы движемся к титулу посмотрите двадцать одно очко преимущества над простым и двадцать три наценное я думаю ну за шесть гонок естественно такое отыгрывается но по сути ну грубо говоря совсем грубо точнее округляя они могут выиграть в каждой гонке а я могу спокойно прижать вторым то есть вот так сейчас музон потише у меня кстати дропы были я смотрю хреново ну ладно жаль демку конечно нельзя писать так все сохранились поехали гран-при бельгии здесь обозначены как бенилюкс сухая погода так ну ладно все нормально то есть все теперь уже за победу в каждой гонке выгрызать ее не надо тем более что скорее всего на последнем этапе я приеду первым это одна из моих так самых подходящих мне трасс япония есть много всяких разных игр реально дурацких которые заходят люди могут взять ту же flappy bird современного ну блин ну что это ты тыкаешь тупо на планшет на экран телефона планшета чтобы она перелетала эти трубы там еще и концовка оказывается есть смотрел внезапно тупо игра для того чтобы убить экран своего устройства честно и опять же думать вообще не надо думать надо конечно там рассчитывать траекторию полета но по большому счету это не то кликеры да блин вот посмотрел в чат и чуть-чуть уехал мимо трассы ладно здесь надо тоже все-таки показывать результат нормальный тем более трасса хорошая у меня из двух минут вышел ну да трасса кстати длинная но и кругов там будет по-моему 3 кстати я бы проходил весь сезон с количеством кругов вот как сейчас только умножить на 4 тут же это же я на минимальном количестве кругов прохожу а то бы каждая гонка у нас была бы не там вот прошлое там сколько круги были минута двадцать до пять кругов шесть минут могла быть 24 а германии вообще где по минуте 40 каждый круг можно 40 кругов настроить и не знаю шесть питстопов провести или семь это просто капец но это просто бессмыслица было бы на самом деле я не думаю что в этом что-то было бы можно сделать один разочек когда-нибудь там провести длинную гонку длинную гонку мне кажется это мазохизм какой-то ярко выраженный будет это как какой-нибудь Супер Марио проходить четыре раза подряд без усложнений без ничего просто надо поиграть и пройти четыре раза подряд длинная прямая конечно будет меня подводить финишная ну чё хотя не надеюсь о явное улучшение 1.57 что у нас тут восьмой результат всего лишь восьмой результат ну ладно будем надеяться что пойдет потому что я не думаю что я прям лучше да это наверное лучше вообще квалификация за весь сезон да вот три круга да шины софт подвеска нормальная но поставлю все-таки меньшее передачное число тут есть дофига поворотов и в них все-таки на них отрываться можно о еще одна мелодия которую не часто мы слышим так вот здесь да можно угодить в завал сколько народа обогнал в первом повороте даже посчитать не успел естественно народ тут же начинает обгонять меня я прессую макларен удачно вообще кстати хочется в межсезоне несколько старых гонок в формулу 1 посмотреть есть один хороший человек который озвучивает сезон восемьдесят девятого года первую парочку гонок я видел его озвучивание ну он прям готовится капитально все изучает материал и так далее блин вот там есть несколько интересных как-нибудь надо выбрать время да посмотреть а еще вдобавок скоро на носителях выйдет фильм форт против феррари я его естественно в кино не смотрел а так было бы поинтересно тем более что он там в десяток лучших в большинстве случаев входит да главное быть лучшим в сезоне главное победа в чемпионате потому что победишь да покажут концовку что мол ты чемпион я конечно не знаю вот блин восемь сезонов тут предусмотрено игрой в конце восьмого мультик покажут если ты там допройдешь все это дело ладно сложно сказать поэтому будем пока играть главное настроиться на победу в этом чемпионате а дальше я посмотрю что делать так феррари я думал будет атаковать нет не атаковали оно оно но оно меня да и кстати на хвосте феррари я еще и лидирую все это очень хорошо для меня ой 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 вот это плохо ну ладно много скорости не потерял да блин перестроился вправо и меня тут же из-за меня проехала машина ну ладно вся борьба еще впереди не отчаиваемся тем более что если только феррари меня обошли тоже не страшно хотя на втором месте чемпионате идет как раз таки ален прост он на той самой феррари как бы ему тоже уступать не очень хочется хотя он в общем то куда менее конкурентов способен чем сцен на этой игре просто то ли не везет аэртону то ли хрен его знает что он до сих пор даже в третьем чемпионате не но и и Блин, ну Ладно, здесь, конечно, перестраиваться Так вот точечно тяжеловато Ладно, последний круг Посмотрим, посмотрим Еще ничего не потеряно Даже если вы потеряете Вы ничего не потеряете Сволочь Ну вот это да, конечно Здесь хотя бы зеркальце заднего вида Не помешало бы Ну как так Как так-то Вот обычно Не знаю, 20 раз проезжал По медленной машине Ничего Тут резко меня развернул Ладно, бог с ним Второе место с нами Первое место с нами попрощалось Хотя на прошлой гонке Говорил то же самое Ну второе Это будет очень неплохо Ну это было подло Со стороны игры, конечно Может быть я там дергался Во время обгона И это повлияло Ну блин Ладно, все Так, ладно Обошли Но на стартовой прямой Все решится Потому что здесь я в поворотах Не оторвусь Итак Сейчас будет момент истины Ставим посередине машину Все Первое место мимо нас Проехало Ладно Третья команда Предложит Если наберешь на рачков Я думаю никакие Тебе напишут Выступай В том, в чем есть В чем выступаешь Потому что А, выиграл даже не просто Ализи Замечательно Я второй Сен на третий Просто пятый Аж А вот Агуре Сузуки Приехал четвертый Что довольно редкое явление Итак 65 на 40 У двоих моих догоняющих Замечательно Вряд ли скажет Уходи Потому что тут карьера На 8 сезонов Предусловно Тем более Зная некоторые команды Там 0 очков Совершенно нормально Посмотри Вот Вот таблица Гонщиков Ну, личный зачет Очки набрали Только 14 человек Еще 14 Их не набрали Вообще Даже вон Натирали На 28 срочке Сатору Накаджиму Который обычно это делает Да, 25 очков разницы За победу дают 10 Напоминаю Теперь уже Разрыч Кстати, да Хорошее слово Мне нравится Так вот Ну, блин Совсем нужно быть Косячить Чтобы Даже ни разу Шестым не приехать Ни в одной гонке Я Такой слабо верю Это нужно Просто не знаю Как говорят Лицом по клавиатуре Проходить игру Вот так Да Конечно Я же Не держу Никого Так Что там у нас сейчас 11 этап Это Это Мексика Мексика тоже с поворотами Ну и прямая Там есть длинная Ладно Все хорошо Я смотрю Кстати, дропов нет Так и осталось 45 кадров Ну хорошо Интернет вроде Стабилизировал Свою Работенку Может Из-за того Что комп Только включился Может Это еще Улияло Потому что Пока Все Прогрузит Сладно Прогрузит Так Что там Теперь Вокруг Длинная Прямая Тут одна 20 почти Кружочек Прогрузит Обычная Трасса Комментирую Тут особо Нечего Посмотрим Будет ли улучшение Да 30 секунд Еще снял Но по-моему Результат Не лучше Нет Третье Время Нормально Пойдет В Бельге Вообще Был 8 И Второе Почти победа Даже Была Второе На финише Ладно Так На Патрэзе Был Первый Ну по сути Все 25 очков За 5 этапов Даже если Они будут Каждый Один Будет побеждать Гонку За гонкой Даже Вторые места Меня Спасут Тихо 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 Начинаю Это Чудить Понимаешь Не люблю Это Аж Нервничать Начинаю Тихо 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 это как раз сцена и подреза то есть в общем то то что сцена это для меня не очень хорошо потому что если он финишит первым и от третьего он отыграет 6 очков отрыв будет уже 19 да это нормальный приличный отрыв но нахрен бы он нужен был гоняем вы вилы и нагоняем лидера еще и лидером и чуть под сострунели и вне так длинная прямая куда-то куда-то кстати еще заметил на тренировке такую вещь рассказывать некому он так расскажу что бывает такое что от столкновения вот тебе тут ударился повреждения жуткие просто машине соперника и он просто стоит очень сильно перестает прессовать так второй верность меня входит макларен куда-то пропал может быть кстати развернула хотя обычно если их разворачивать они очень быстро едут то им и полкруга хватает чтобы они меня догнали ладно так а трасса здесь полной прямых длинных и поворотов напоминает он 5 этап в италии в этом плане то есть все таки зря и на низкое соотношение передач включил надо было слоу набивать он так ну что пока все неплохо второе место основные соперники все равно позади два круга до финиша нормально все в целом лично 2 или даже не напирает напрямую что довольно странно так не так что не так что плохими дела напрямую да кстати вновь такая более-менее приятная музыка понятно по сравнению со всей с большинством той что есть в игре даже не имеет значение а и 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Считаю, что я здесь даже накосячил Субтитры делал DimaTorzok 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 В любом случае, как с формой LA-1 build to win, даже быстрее чем за 5 присестов я прохожу игру, пятый будет это чемпионт конструкторов, я уже думал, на столько будет видосов. Так, о, еще быстрее, круто, ну я думаю, все на третий результат, да, ну что, оставляем, оставляем, десятые имеют значение, ловильнемся, кстати, на первом ряду. Все, выходи, поборемся, да, кстати, еще и нормально, нормально старт помести. Да, Ferrari, ты, кончай, такие кренделя вытворят. Суки правят беспределом. Ну, это вообще, ну, все, понеслась по кочкам. Раз, ресет, два, ресет, начинается. Не, 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 второй, я чуть первый не загрузил сейф. Что вот это 7 означает, я не знаю, кстати. Так, практика. Блин, один странный разворот, как все решает. Ладно, нормально, идем, все равно, одиннадцатый этап. Да, минус в том, конечно, надо перепроходить квалификацию, ну ладно, это не единственные номера, которые таким страдают, что косячи уже гонки, ресеты же, надо проходить еще и квалификацию. Это, к сожалению, не мото-гран-при, где упал, запустил гонку заново, упал, запустил гонку заново. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, неплохо, в любом случае третий результат уже. Нельзя вот тупо там нажать старт, все, закончить квалификацию, надо обязательно проходить второй круг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно, конечно, попробовать ушатать все валит, но машина, ладно. Ушатать, но это иногда, как назло, не сделается. Специально хрен сделаешь-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, ничего себе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, блин, тут осталось-то буквально пять сотых. Ну, вся, ну, не, круг прям. Ого-го какой получился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, будем надеяться, сейчас все будет нормально, здорово, вернее, с возвращением. Ну, что я все на той же гонке, меня когда-то отошел, подло развернули в борьбе, и я сошел, неудачно в стенку там впилился и ретайр. И вроде бы соперники основные финишировали плоховато, и можно было дальше продолжить, но дух борьбы во мне возобладал, и я решил еще раз перепройти. Еще раз запустил, хорошо квалифицировался на третьем месте, но меня два раза развернули, повредили крыло, поэтому я сказал, ну его нах, надо переигрывать. Так, какие-то опять легкие тормоза начинаются, мне не нравится. Вот, и поэтому я все до сих пор в Мексике. В Мексике хорошая, что она может подзавискать. Да тихо, блин. Повадились тут на таран идти, это вам формула таки один, не какой-нибудь на SCAR. Что-то меня вообще обходит уже, четвертое место. Понятно, что я там приближаться буду, но что-то я занервничал. Да блин, по-моему, Феррари сама развернулась в итоге. Так и надо, нихрена тут. На таран идти. День не удался, что ли, у гонщика, что он так все ведет. А сейчас бы за такое, ух, штрафов бы понавописывали. Сейчас бы, да, штрафов понавописывали только так. Да, что-то я четвертый вообще. Ну ладно. Да ёк-каламане, а. Чтоб матом тут не начал ругаться. На эту Феррари, которая просто как маньяк какой-то, кармагеддоновский катается. Да, что-то дела не очень, четвертое место, да? А третье, ну, тем не менее. По хвосте еще товарищ пытается отнять от самой третьей места. И особо, да, мы видим. Да я постараюсь. Ну, блин, эмоции. Эмоции иногда очень сильно давят. Эмоции возмущения, я бы так сказал. Да, кармагеддон я вспомнил. Надо будет как-нибудь тоже когда-нибудь установить. Поиграть. Надеюсь, твич против не будет. Да, подавить ярость. И не только я. Блин, что-то я вообще отстал. Четвертый, даже никого толку не догоняю. Что-то вообще непорядок, понимаю. Что за лидерство боролся? А тут на тебе. Причем даже меня и не разворачивали. Что самое обидное. Ну ладно, хрен с ним. Четвертый, конечно, мне не очень хочется места. Тем более, как бы... А, тут он еще и Феррари и Макларен напирает. Зашибись. И тут я внезапно... А, стоп, я третьим ушел. Да, это сзади. Там напирали. Вот и сейчас, кстати, этим же занимаются, я смотрю. Не сильно, конечно, но... Надо держаться на чеку. Так. Так. Опять начинается японтизирующий эффект от игры. Ох. Начинаешь залипать, думать о чем-то своем, вспоминать какие-то вещи, которые видел больше десяти лет назад. Слушайте. Может в игре задержится эволюционоген? Или какие-нибудь действующие, расширяющие сознание вещи? До встречи. Продолжение следует... 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 1.23.96 Ну, седьмое место. Ладно, бог с ним. Седьмое. Так, седьмое. Опять же. Прям сильно усираться. Не вижу уже смысла. То есть, спокойненько. Доезжаем чемпионат. Не выдумывая велосипед. Привык, когда тренировал. Сохраняться, пока стартовая решетка проезжала. В случае чего не переиграть квалификацию. Потому что там, по сути, результат один и тот же. О! А, музон в стиле принц-пет-си. Хотя, конечно, начало пока не очень. О, всех обошел в первой связке поворотов. Ох, что-то жаркое будет потом на прямых. Ладно, пока еще не жарко. Может, там завал какой произошел. Хотелось бы. Да, вот это, блин. Забываю про этот поворот. Отвык я уже чуть-чуть. От этой фишки. Да, реально, вот. Блин. Оскар, Оскар. Надо человеку, который писал это. Ну, Грэмми, как минимум. Была бы Грэмми за лучшую музыку выберут. Причем именно вот авторскую. То есть, не просто взял там какую-то песню, вставил в игру. А именно вот написал сам. Зачем за это премию. Было бы круто, на самом деле. Потому что, ну, я не говорю про самые вот эти пищалки. А вот именно мотивчики в некоторых играх старых. Ого-го, какие есть. Не зря же их потом начали переигрывать в рок-аранжировках. Ну и не только. Направление VGM. Не зря появилось. Так, сзади напирает Макларен. Я ему не даю напирать. Он очень пытается. Блин, я чуть-чуть дернулся влево. Ладно. Второй результат. Сзади пока никого. А что-то музыка, по-моему, только здесь играет. Реально, вот это под какую-нибудь такой платформинг мрачного подошло. Типа ниндзя Гайдена. Прям было бы вообще. Прям даже представляю себе. Ниндзя ходит в подвальчик в каком-нибудь пещере. Прыгает. Мочит всех налево и направо. Это да. Ух ты, блин. Макларен прям резко попытался войти слева от меня в поворот. Вот такая дайв-бомба так называемая. Когда ты очень оптимистично прям ныряешь в поворот. Пытаюсь обойти машину, а там уже будь что будет. Хотя это не совсем правильно. Потому что когда другая машина входит в поворот, видишь, что слева никого и как бы должно быть и пофиг. Так, Макларен меня просто объехал. Давай, жми, жми, бенетончик. Давай, родненький. Хоть это типа 91-й год, но в цветах-то ты чемпионских, как в 94-м. Да, Михаил Шумахер выиграл первый чемпионский титул. Кстати, слева видите это логотипы типа Мальборо. Хотя так по-моему написано прям Мальбо. Мальбо. То есть, практически реклама сигарет в детской игре японской. Хотя, не факт, что Мальборо в Японии продавались. Потому что один бренд, скажем так, в желтой флаге, в разных странах мог... Опа, Вильямс, походу, остановился на трассе. Один бренд по-разному в разных странах назывался. Ну, или Мальбо, такое ощущение. Так вот, есть такая компания British American Tobacco. Вот, они выпускали, ну и выпускают, я думаю, еще сигареты Lucky Strike. Но Lucky Strike это обычно, скажем так, в западном полушарии. Ну и также Европа, Россия, там же. А вот тот же самый бренд, та же самая компания сигареты в Мевостоке, ну то есть, в Азии, три пятерки выпускала. Вот так вот. То есть, поэтому, может, Мальборо действительно в Азии не продавались. Поэтому, японские дети и знать не знали, что это слева. Хотя, если они смотрели Формула-1, они прекрасно понимали, что это. Так, ну что, эх, финишная прямая, Макларен меня опять уделал. Ну, ничего, второе место меня полностью устраивает. Да, или Мальборо, все правильно. Но все-таки нравится, что в игре F1 Сенсейшн даже, то есть, реальные фамилии, реальные команды и, кроме того, еще и спонсоры реальные. Конечно, там, понятно, сигарет нету, но вот прям вокруг на трассе всякие вот эти вот есть, короче. Второе, естественно, неплохо. Я не сильно жалуюсь, победа это всегда хорошо, но с точки зрения борьбы в чемпионате второе место меня сейчас целиком и полностью устраивает, даже если вот это ценно. Ну, что он, проигрывает он 25 очков, но выиграет, я буду вторым, будет проигрывать 21 очков, все, дохрена. Это отрыв очень комфортный в чемпионате. Да, побороться, естественно, можно и даже нужно. Как иначе. блин, Ай-яй-яй. Надеюсь, вот эта вот арабская ночь закончится, сейчас, когда после финиша, а то реально, блин, музон, он прикольный, но он такой, блин, объеханный. Он своеобразный, но здесь совершенно не подходит, это не для гонок. все, он уже первый, я что-то тошню долго, но я второй. Все отлично. Да, Сэнна выиграл, ну, просто вовсе пятый. Преимущество 20, а, 22 даже очка, но, я думаю, здесь все и так понятно, говорить особо не о чем. Так, у нас остается три этапа до конца, то есть, 25 очков, а, нет, я все-таки хреновый, счетовод, да, уже у нас остается три этапа до конца, и до этого оставалось 4, то есть, мне вообще нужно набрать счеты на очки, чтобы стать чемпионом. То есть, чисто математически, я уже после этого этапа могу им стать. причем даже отыгрываться мне, выигрывать мне не надо, мне вторым достаточно приехать. Вот такие дела. И всего-то час стрима идет, так что, о, опять дождь, ну, Великобритания и дождь, это неотъемлемая части. Так, о, какие мощные тормоза, я им это и не пользуюсь. Этими тормозами. Да, в этой игре тормоза нафиг не нужны, от ручной коробки толку никакого, и опять же, тоже почти не пользуешься только на старте и пидстопы. Так, тут тоже есть какой-то трольский поворот, как и в Испании. Опять наш любимый музон, с нашим любимым басовым соло. ай-яй-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть куда-то я засмотрелся, на битрейт, по-моему, и, естественно, уехал, не надо. Хорош, здесь сдается два круга. Да блин, там, там ошибка была не принципиальная. кстати, самый короткий круг по времени, насколько я помню. или на втором этапе тоже там за минуту шесть секунд, что ли, проходится круг. Ладно, неважно. В любом случае, один из самых коротких кругов, и к тому же, здесь их всего три, что очень странно. То есть, мало того, что трасса короткая, так еще и количество кругов маленькое. Ну да, из одной десяти выхожу спокойно, одна ноль девять, отчитывая, что у меня были две ошибки при прохождении круга. Вот эта прямая в начале круга, конечно, тоже будет доставлять то еще удовольствие. надо не забыть, что после прямой дурацкий правый поворот, двойной правый скажу, потому что это потом будет решающее значение. вот этот круг даже хуже получился. А нет, смотрите-ка, не совсем. Третий результат, ну, оставляем, я думаю, здесь все понятно. Так, самые патрэзы на первом ряду. А, ладно, не успел там, погодеть, сколько куча, насколько отстал. Ну ладно, так, всего лишь три круга. Все, едем. еще одна не часто встречающаяся музыка. Опа, опаньки, вы че, вы че? Охреневшие, блин, в атаке. Какой-то, правда, это, капец, начинается. Так, патрэзы обошел Сенну. Я, естественно, затупил. Так, сейчас будет двойной правый поворот. Да, почему-то показывает влево, но при этом машину поворачиваешь вправо, надо еще доворачивать вправо. Ты уже готовишься к левому повороту, вместо этого еще правее надо крутить баранку. Что значит 1-0-7 первое место? 1-0-7, спасибо. Время, значит, какое-то было. Блин, Феррари просто пролетело мимо, ладно. В общем-то, нас сейчас и третий, и четвертый результат вполне устраивает. Опять же, если Сенна отыгрывает больше 5 очков, то тогда, да, не очень. Он еще сохраняет шансы на титул. Нет, значит нет. Давай, 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 ехай, ехай. Пока третий. Хотя, кстати говоря, впереди меня был Вильямс Макларен, и меня обошел Феррари, обошла. То есть, кто-то, я так понимаю, из них либо на пидстоп поехал, либо, кстати, еще такая, может быть, особенность игры, если у них какая-то борьба, то есть, кто-то кого-то разворачивает, так понимаю, игра просто вычеркивает эту машину из памяти и все. Ну и отправляет кого-то там в задницу таблицы, скажем так. То есть, нету такого, чтобы развернувшуюся машину пришлось объезжать по ходу гонки, как мы видим. Есть остановившаяся, или медленная машина на трассе, но никак не развернувшаяся. третий место, это хорошо. Опа, уже четвертое. Опа, Уильямс остановился на трассе, а может не видим, кстати. Опа, Макларен на такую меня развернулся. Интересно, что это за Макларен? Второе место, ну я так понимаю, это был все-таки Вильямс. Или вот этот Макларен, которым я атаковал, мог уйти на пидстоп. Ладно, второе место, это вообще прекрасно. Это уже гарантированный титул. Тихо, спокойствие. Трасса такая, не банальная, я бы сказал, не просто, поверни влево, вправо, вправо, влево. Хотя, что я говорю, следующая трасса будет совсем не банальная. Там, да, там хард, можно сказать. Ну, только в реальной жизни. Да, главное не залипнуть, а то бывали случаи. Так, первый уже приехал, второй иду я. Прям, 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 давай, давай. давай, давай, сзади даже вообще никого нет. Вот, только-только. Все, Сэнна даже позади меня. Что это значит? Что мы видим? Преимущество 24 очка, осталось 2 этапа, из них можно набрать максимум 20. То есть, как бы Айртон Сэнна не старался, больше 77 очков у него не будет. Это значит, что чемпионство выиграно. Осталось только доехать в сезон. Круто, на самом деле. Начинался он как-то не очень благополучно, а уже за 2 этапа до конца я выиграл титул. Но, опять же, можно набрать как можно больше очков, потому что, да, досрочное чемпионство, но, опять же, игра не напишет заранее. Но, считать, я думаю, умеем все, и ты, и я. тем более, только что все разложил. Так, оставим подвеску, нет, я не знаю, хард оставим. Передачи низкие, все, значит, что Монако, самый страх и ужас. Кстати, опять дропов чуть-чуть подбавилось, там, 57, было 45, стало 57 кадров, это не страшно. По сути, можно сказать игру вот в данном зачете пройденной. Да, может быть, тут нужно пройти 8 сезонов и тогда будет тебе счастье, но, как бы, необходимая цель сделана. Да, нам еще не покажут картинку, что ее чемпион, мы там на японском плюс к этому. начинаются веселые повороты. Вот это туннель. Да, игра на 8 сезонов, сейчас закончу, это покажу, там есть сейв, вкладка Result, там можно посмотреть. Ладно, главное не забыть, потому что на таких узких улицах, ну, как и в реальной жизни трасса Монако самая, по сути, сложная для пилотирования, для прохождения на скорости. Трасса очень узкая, повороты коварные, зон вылета практически нет, а в 90-е их было, их вообще, считай, не было. Поэтому, да, эту трассу я не особо люблю, я имею в виду, даже не в этой игре, а просто. Ну, и в этой игре она реализована соответствующая, то есть, да, так что, как говорится, не привыкай к ласке, то же самое, не привыкай к хорошим, привыкай к хорошим трассам, но не к этому. Здесь одна ошибочка, тем более мы видим, в отличие от, там, трасс, на первых этапах, на четвертом, на девятом, здесь она гораздо уже, еще вдобавок, то есть, здесь, нужно быть очень внимательным, и сейчас будет лучший поворот чемпионата, собственно, вот он, в котором можно просто, если воткнешься, вот, проедешь по прямой, можно тупо сойти. Вот такие дела. Нас не хватит на 8 сезонов. По поводу этого, я сейчас, после окончания сезона, скажу, выражу свои мысли. Тогда посмотрим. Вдруг, все-таки, после 8 сезонов, а японцы могут, такое, замутить, покажут какую-нибудь, я не знаю, другую концовку, или мультик. Поэтому, стримы будут, практически, вечные. Ха-ха-ха. Шутка. А то, сейчас тут, было у меня 42 фолловера, станет, не знаю, 0. Понятно, что там из 42, постоянно меня смотрят, человек 5, и, и опять же, из 42, я больше половины, вообще не знаю, кто, что. Откуда эти люди? Может быть, да, они просто смотрят и молчат. Бывает и такое, не всем же писать в чат. Так, пятое место на старте. Так, развеселая трасса. А, еще одна мелодия, которая не часто бывает. Опа. Внезапно, внезапно! Ладно, едем, едем. Не сын, едем. Ничего не повреждено, жить будем. Потому что, ну, блин, делать ресет, я не хочу. Да, тут, конечно, на узких этих улочках, поборись, попробуй, называется. Смотрите, я на прямых их внезапно даже делаю, можно сказать. Ничего себе, я троих обошел в одном повороте, еще двоих. Да, потом, правда, меня же обошли. О, в туннеле тут виселух. Так, сейчас аккуратненько. Да, если развернута стену, все, как минимум, я думаю, поврежденное крыло будет. А там и подвеску могут долбануть. Ну, куда ты едешь, ептать. И так тут улица узкая, петляет нахрен, еще ты тут колесо в колесо мне тут пытаешься. Поэтому, да, здесь, как и в реальной Грам-при Монако, нужно быть предельно аккуратным и думать в первую очередь о том, чтобы доехать до финиша, а там уже как можно лучше доехать. Пятый, ну, хрен с ним. один раз и вилкой в лаз. Блин, ну, вы поняли, что за слово должно было последовать. Да, и как-то я никого не догоняю. Это вот самое неприятное. А догоняет почему-то меня. То есть, я сейчас могу и без пятого место снять. Кыш! Да, все прям оторвались, я смотрю. Да, все равно победа в чемпионате. Ну, просто хочется более-менее достойный результат в итоге. Тем более, как шел-то. Все завидовали. И, блин, меня обошли. Ладно. Сейчас не приеду шестым, значит шестым. Все. Одну очко, значит, одну очко. В Японии мы всех натянем на самые помидоры. Так, да, огромный респект уважуха и гонщикам Формулы-1, которые по таким городским узким трассам гоняют на нереальных скоростях, проходя вот эти рельсы, стены просто в миллиметр. Блин, меня опять догоняют. Слушайте, да вы че это, попутали? Мало того, что я никого чего-то не догоняю, хотя на первых там, в поворотах прям делал пятый. А, то есть, кто-то тоже либо выпилился, либо на пидстоп поехал. Вот, может быть, кто-то Феррари, который остановился, был реально впереди меня. Тихо, тихо, тихо. Да пошел ты, где ей там тут? Блин, что-то у меня уже рука начинает прилипать к клавиатуре. И палец уже устает нога сдавить. Сволочь. Лишь бы пять копеек свои вставить где-то на трассе. Да нет, ладошки не вспотели. Просто, блин, не знаю. Я уже давлю палец в клавиатуру, у меня уже такое ощущение, что палец с клавой срос. вся. Хрен его знает, короче, блин, реально, что это. Не могу сказать, что это в напряжении. Ладно. Потому что задача выполнена, блин, при том, я думал, стримить я буду часа два, два с половиной, а мы укладываемся даже чуть ли не в полтора. Так что да, GTA сегодня быть. Сделаю перерывчик потом небольшой и будем отстреливать бандюков. Ну, может, гонки погоняем. Посмотрим. По настроению. Благо, я выспавшись, а рано я не уснул. Так, на самом деле, до этого три ночи я толком и не спал. Сегодня вчера мне хреново было. О, это уже доп. Информация не особо нужная. Блин, почти в стену въехал. О, сейчас тоже почти въехал. Куда? Куда? Я GTA прошел, все, концовка ж была на том стриме. Тенпене помер. Ну и Биг Смоука, естественно, замачили. Кстати, я еще видосы всякие в интернете видел, типа, не заходить в дом райдера после смерти и в дом Биг Смоука там, что-то такое прям, что-то страшное будет. Можно заценить, что там страшное будет. тем более, да, я шлям почти должен. Но GTA San Andreas, ну территорию по-твоевую, мне шлям, я торчу, надо как-то чуть-чуть отбивать, то мне что-нибудь отобьют. Ну, ну и Сэнна выиграл, но уже поздно пить боржоми. скрипты? Ты имеешь в виду скрипты и то, что вот эти видосы, да? Добыть не может, неужели? Ладно. Ну, мы видим преимущество огромное. 83 очка, в том сезоне набралось 77, кстати, за сезон. Может, реально, может, это как это, фанмейт что-то было сделал? Ну, посмотрим. Так, ну что, последний этап Япония. Опять дождь. Ну, дождь Япония тоже часто неразрывные понятия, поэтому поехали. Обожаю, на самом деле, трассу в Японии. Я имею в виду не вот эту 8-битную, а на самом деле на ПК гоняешь. Японцы, конечно, красавчики. В общем, трасса это была Сузуко Интернешнл, построена в середине 60-х. На середине 60-х это вообще крутотень. формулу она принимала только с конца 80-х. Но, блин, вот эта трасса, наверное, самая-самая. Даже, я не знаю, что-то в Бельгийской находят такое. Хотя она тоже хорошая. Но Япония вообще. Ну, блин, я про гоночные вещи. Понятно, что мы сейчас можем смотреть какое-нибудь суши, аниме и прочие японские баяны, там, самураев, ниндзя и прочее. У нас медведи по улицам ходят, у них ниндзя с самураями, едящие суши и запивающие саке. Ну и трасса, да, восьмерка сделана, мы тут самый мостик, под которым сначала проезжаем, а потом на поворот вот этот последний. Раньше назывался треугольник Кассио, по-моему. Сейчас просто леска. Не помню, на самом деле. Да, и трасса довольно, по времени длинная, но ничего. На такой трассе не западло проехать. лишний кружок другой. Да, я понимаю, хорошо, что я восьмой этап не переигрывал. Лишние 20 минут до себе прохождения сделал. Так, нет, все отлично, мы видим. Зря я гнал на команду. Команда поработала отлично. Да, я забыл показать результат в эту вкладочку. Хрен, стоп, боже. то, да, то, что японцев трясет, это естественно, можно сказать, и всякие вот эти тайфуны, это у них в порядке вещей. Это просто, можно сказать, даже сезонное явление. Вот этот поворот, он шире, чем в Монако. Там тоже такой резкий право-левый. Но здесь пространство для маневра больше. итак, шестой результат пойдет нормально. О, блин, чуть сухую резину себе не поставил на дождь. Ага. Так, ну что, последний этап. Стартует далековато, но если я на колонии здесь выиграл, то на билентоне у меня еще больше шансов. наша любимая пищалка. здесь мне могут... Ага, все, прорвался, даже кого-то развернул по ходу пьесы. Да, по сути, тут один сплошной поворот трассы. Так, аккуратнее, пожалуйста. Так, 次ен. DimaTorzok Ох, блин Ребята, ребята Давайте жить дружно Ну ладно Ничего еще не потеряно Потому что я помню так-то и В прошлых гонках тоже Первым не шел, но потом Отыгрывался В итоге стал первым Так, желтые флаги Опа Как будто не один из тех, кто меня вошел Опа, вот и Вильямс Куда ты? Куда ты валишь от меня? Кзел А ничего себе стреляешь Как Напрямую хвастеряешь Можно сказать Ага, ага Вот гад, а Таки мимо проехал Ну ладно Не вписался Ладно Кроме продолжаю Даже без повреждений Да, второй Походу Машина той же расцветки Что меня обыгнала Она же и сошла Ладно Походу победы Не видать Ну ладно Не будем жадничать Титул есть Опять же Стабильно зарабатывая Хорошие очки Книшеры на призовых местах Удалось его Завоевать Плюс опять же Несколько побед В начале сезона И хороший отрыв Соответственно После этих побед Опа Вильямс Да ты че Прикалываешься что ли Ты так хочешь Чтоб я тебя обогнал Ах ты бедненький Ну давай Вот гад Ах ты бедненький Уже не успею Не догнать Не обогнать Ладно Второе значит второе Что теперь Сзади вообще никого Ну практически Собственно все Сезон окончен На коржи мы кстати Первые очки Заработал Ну что Да Второе место Ну и 89 очков То есть столько же Сколько как раз таки Сэна набрал В прошлом году Далее Просто Патреза Рези Менсел Пике Бергер Чем слабовато Модена Сузуки Мануэли Пиро Хакенен Коджима Как раз таки Бутсен Бландел Ну и остальные Без очков Моя бывшая команда К сожалению Очков не набрала Ну вот и все Конгрутиолейшнс Ворлд чемпион Команда такая Гонщик такой И что то там еще Даже переливается Надпись Офигеть И так Мы видим Нам предлагает Команда Макларен Контракт Будем ли мы его Подписывать Естественно Жалко что здесь нельзя На выбор То есть ты либо да Либо нет А потом тебе предлагает Другая команда Ну все Соответственно Теперь мы выступаем За Макларом Макларен Сохраняться Можно сразу Ну вот и все Собственно говоря Концовка получена По поводу Восьми сезонов Вот мы видим Наш третий Сезон Ну пока мы нигде Не выступали Естественно У нас тут Ни позиции Ни очков нет А вот далее Мы видим Восемь строчек То есть Восемь сезонов Можно Еще шесть раз Чемпионом стать И быть семикаратным Как Михаил Шумахер Можно кстати По моему еще и Команды менять Потому что я думаю После этого сезона Еще какая-нибудь команда Предложит контракт Но это уже будет Как и когда Сложно сказать По той причине Что скорее всего Я попытаюсь Допройти Оставшиеся Шесть сезонов Да 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 Но На самом деле За Макларен Это гораздо проще Я уже пробовал Тренируюсь Из первых семи гонок Я выиграл Пять Еще в одной По моему приехал вторым И еще в одной четвертым То есть там отрыв был Просто космический За семь гонок Получается Пятьдесят девять очков Я набрал А сейчас Чтобы стать чемпионом Мне восемьдесят девять понадобилось Даже можно было И меньше набрать Вот такие дела Ребята Но это будет Офлайн Вряд ли Я буду просто стримить Как-нибудь отдельно И скорее всего Без музыки И без микрофона То есть просто Под запись Вот и все Ну и с минимума Ресетов Мы видим Второй сезон Занял гораздо меньше Времени Если первые Я четыре с половиной Часа где-то проходил Второй у меня По сути За четыре Я уложился Вот так Вот такие дела Ладно Сейчас Небольшой перерыв И наверное Где-то в двенадцать Начинаю GTA-шку San Andreas Стримить Для своего удовольствия Погоняем Поиграем И пообщаемся Тоже Все Спасибо за просмотр По сути Игра Пройдена Так что Можно добавить ее В список Пройденных игр А на этом Я Прощаюсь Все Спасибо за просмотр Ну и скоро Встретимся